Рубрика Игры Реликт для меня это такой аналог замечательных игр, которые я смело могу порекомендовать другим. Как правило, это игры, прошедшие проверку временем, но это далеко не обязательное условие, хотя слово реликт все-таки это подразумевает в какой-то степени. Иногда просто глупо выжидать года, видя перед собой настоящий шедевр. Однако, как помните, почти ни одна игра из перечисленных не была идеальна. Да блин, никакая не была идеальна, всегда были недостатки. Так вот, я сильно колебался при оценивании игры Terminator Resistance. Она далека от идеала по своему исполнению, но все-таки я решил, что звание игры Реликт, она более чем достойна. Потому что это лучшее, что случалось со вселенной Терминатор со времен выхода второго фильма. Честно скажу, вселенную Терминатора я обожаю. Но вы наверняка в курсе, тем более, что я об этом уже не раз говорил, что вселенная эта в данный момент находится в плачевном состоянии. Стагнация, это еще очень мягко сказано, она в глубочайшей яме. Терминаторы 3, 4 и 5 старательно ее туда загнали, и слабые попытки шестого фильма протянуть ей руку помощи себя, увы, не оправдали. Хотя и честно попытались. В игровой плоскости дела обстоят ничуть не лучше. Да, были попытки сделать нечто интересное, но эти попытки датированы 93-м годом и чуть более поздними. Но они, мягко говоря, не были гениальными и даже до просто хороших не дотягивали. Они были нормальными по тем временам. По тем временам, которые уже истлели даже в памяти. Никто ж не будет на полном серьезе говорить, вот у вас же есть игры двадцатилетней давности. Че вам еще надо? А что, новее ничего нет? Есть. Игра по третьему фильму. Попытка сделать сетевой шутер Battlefield в реалиях франшизы. Скучный, неинтересный и провальный продукт. Ну и наконец игра по фильму Terminator Salvation. Как обычно, еще до выхода звучали славнины трели о том, какой игра станет прорывной. Новое слово в развитии вселенной. На деле же очередной продукт по фильму. Как ни странно, игра получилась хоть и откровенно слабой, но там были элементы, из-за которых в нее можно было спокойно сыграть даже разок-другой. Первый элемент – шикарная музыка, которая является переработкой оригинальной музыки второго фильма. И этот элемент является составной частью второго элемента – общая атмосфера кемероновского Терминатора, по которой люди уже сголодались. То есть игра была хороша на безрыбье, а так сама по себе довольно-таки посредственно. Как ни странно, нечто похожее случилось и с игрой, вышедшей в конце 2019 года – Terminator Resistance. На безрыбье, реальной безрыбье, буквально на пустой аквариум она воспринимается как шедевр. Но при ближайшем рассмотрении она именно как игра с точки зрения игромеханических решений имеет немало минусов. Возможно, потому критики поставили ей очень низкие оценки. Но вот обычные игроки, напротив, оценили ее очень даже высоко. Потому как есть кое-что, что выгодно отличает новый проект от стандартных сухпайков игровой индустрии. Шикарная, просто до последних мелочей проработанная атмосфера того самого кэмероновского Терминатора. Она настолько проработана, что складывается ощущение, будто бы сам Кэмерон ее, собственно, и программировал. Но обо всем по порядку. Сперва все же стоит взглянуть на то, что представляет из себя игра в плане механики. Терминатор Resistance – это шутер от первого лица с элементами RPG. И знаете, если бы этих элементов не было, к игре было бы меньше претензий. Сюжетное действие происходит в 2028 году и является приквелом к первым двум картинам. В 1997 году... И еще раз. В 1997 году. Не в 2003, не в 2017. То есть за основу взят именно оригинальный канон, то бишь первые два фильма. Уже за это можно закричать «Браво!», но погодите, сэкономьте силы. В 1997 году случается «Конец света». Скайнеты и все такое, вы это и так знаете. И вот почти 30 лет идут бои с машинами. Однако, как вы должно быть, знаете, бои идут не в пользу Скайнет. Джон Коннор вовсе утеснит терминаторов, и война на самом-то деле близится к завершению. Нам доведется в этом поучаствовать, что уже по своему новый взгляд на франшизу. Нам показывали настоящее, то бишь постапокалипсис, нам показывали прошлое, то бишь наши с вами дни. А теперь нам покажут финал войны. И да, все, кто смотрел фильмы, знают, чем все закончится. Однако, кого это волнует? Сюжет игры вообще прямой, как палка, и не содержит никаких интриг, особенно для знакомых со вселенной. Но поверьте, впечатление от игры это нисколько не испортит. Мы играем за рядового Джейкоба Риверса, который служил в какой-то там дивизии, то ли Тихоокеанской, то ли еще какой. Извините, я с их географией вечно путаюсь. В общем, служил, служил и вроде бы ничего. Но тут появляется из ниоткуда инфильтратор. Это тот самый Т-800 с лучшим чипом и покрытием, которого мы видели в кино. И в одиночку ликвидируя всю дивизию. Выжил только Джейкоб. И восемь месяцев он бегал от этого инфильтратора, не понимая, что вообще происходит. Так он попал в Пасадену, где Терминатор его и настиг. С этого игра и начинается. Однако, некий незнакомец спасает нас, и нам приходится удирать, попутно обучаясь механике. А она предельно простая. Беги, стреляй, тебе выдают пистолет, исправляйся как хочешь. И пока это удается, ведь первые встречены Терминатор и обычные пауки, которые сильны против гражданских, но ничего не могут противопоставить вооруженному солдату. И вот так нас незнакомец по рации ведет к местному убежищу гражданских, а затем и попадаем их в сопротивление. Как видите, все действительно просто и прямолинейно, но играть в это одно удовольствие. На самом деле, часто создается впечатление, что разработчики во время игры спорили, как же она должна выглядеть, и так и не пришли к согласию. Игра является по факту линейной, однако есть некие ответвления в виде побочных заданий. Давайте, чтобы быть проще, расскажу, как выглядят обычные дни жизни солдата будущего. Ты приезжаешь в убежище или же в штаб. Это наш храм огня, где можно спокойно бродить, врагов тут нет. Зато есть много союзников. Часто с ними можно поговорить. И вот тут уже начинают проявляться сильные стороны игры. Люди выглядят как люди, а не как болванчики. Не только графические. Скорее, графически они не такие уж и крутые, как, например, в том же Fallen Order. Но по общему исполнению. Каждый из них — это дитя тех непростых условий жизни, в которых они находятся. По ним видно, что они именно что выживают в постапокалипсисе. Многие из них готовы рассказать свою историю. И истории эти слушать одно удовольствие. Как они встретили судный день. Как пытались не погибнуть в новом мире. Как впервые столкнулись с терминаторами, которых считали до поры глупыми россказнями. Как менялись и далеко не всегда в лучшую сторону. Также эти персонажи могут выдать побочные задания. Это, разумеется, подай принеси. Например, для мальчика можно найти щенка в руинах. Или там медикаменты поискать для доктора. Иногда это необходимо для определенных действий. В игре несколько концовок. Точнее, если уж на чистоту, концовка одна, но вариации разные. Вот чтобы получить лучшую вариацию, придется выполнять их побочные задания. При введении с ними диалогов и выбора правильных ответов мы будем получать или же терять влияние на них. Честно, я не знаю, зачем был приделан этот элемент. Но мне не удалось оценить его работу. Я не знаю, на что влияет уважение. Возможно, без него не получится получить хорошую концовку. Но на самом деле не похоже на то. Да и получать расположение тут проще простого. Согласился помочь, получил плюс. Ну, а смысл-то отказываться? Короче, элемент явно лишний. Ну, он хотя бы не напрягает. И вот, понабрав побочных квестов, мы покидаем локацию. У нас нет выбора, куда идти, игра сама нас приведет куда надо. Мы окажемся на просторной карте с различными сюжетными побочными точками. По факту, это такая микропесочница. Немножко робкая попытка быть похожим на всякие там Ассасинскриды с их вышками. Вышек тут нет, зато есть опорный пункт из Скайнат, где они хранят плазму. Мы можем пробраться и уничтожить контейнеры или перегрузить терминал, что по сути одно и то же. И разницы нет практически никакой. Собственно, уничтожение хранилищ Скайнат — это второй из двух типов побочных миссий, а первое — это то самое «Подай, принеси». Просто дойди до нужного места, найди нужный предмет и попытайся не умереть в засаде, а потом дуй выполнять основное задание. Если побочные задания персонажей могут принести влияние на них, да и общее удовольствие от того, что им становится интереснее или легче жить, потому что в этом угашенном в корягу мире, наполненном атмосферой безысходности до краев, так и хочется создать нечто доброе и светлое, то вот задания с уничтожением точек не приносят ничего, кроме фана и опыта. Фан держится где-то до половины игры, потом уже начинаешь плевать на них, все равно они ни на что не влияют, и это серьезная ошибка, как по мне. А вот опыт... опыты и так завались, если честно. Таки да, персонаж растет в уровне, и тут есть прокачка. И прокачка сама по себе неплоха, но это точно не ролевой элемент. Если не выполнять побочки, очков хватит на все необходимое лично вам, если выполнять, очков хватит на все вообще без исключения. Тут три ветки. Умение, бой и выживание. Выживание — это место в рюкзаке, опциональное решение, уменьшение входящего урона и получаемый опыт. Последний делает сам опыт еще менее ценным, чем он есть. Навыки — это взлом замков, взлом терминалов и ремесло. Бои — это гранаты, стрельба и скрытность. В каждом умении от трех до пяти ступеней, и лишь некоторые из них дают дополнительные бонусы. Например, на третьей стадии стрельбы можно будет использовать плазменные винтовки Skynet. Но в целом, как видите, прокачка тут ради прокачки. В противовес хочу вспомнить игру Dark Messiah of Myfin Magic, где дополнительный опыт был крайне ценен и умений было немного, но все они были очень полезными. Тут же наоборот, вроде польза есть, а вроде бы и фиг с ним. Короче, момент этот недоработан. Теперь о самих боях. Очень скоро паучки сменятся бронированными пауками и дронами, которых все еще берет пулевое оружие, но уже хуже. Помнится, нам в Terminator Salvation обещали тактики с этими пауками, мол их нужно обходить из спины, иначе жопа. Жопа в итоге заключалась в другом. Бои эти были задалбывающими и скучными, и вообще вся игра была то еще жопой. Тут же все иначе. Бои интересные и удобные. Есть слабые точки, есть точки бронированные. Все просто. Опять же, кроме пауков, будут и иные противники, уже более серьезные. Огромный Т-47, летающий Эчкей, плазменные турели. Ну и конечно же Т-800 в разных модификациях. Кто-то с огнеметом, кто-то с плазмой, а кто-то с двумя одновременно. И вот этим гражданам уже плевать на пуль. Их корпус они просто не берут. Тут нужно иное решение. И вот у нас в руках, наконец, плазма. Господи, как же она хороша. Вид, звуки, спецэффекты. Все это настолько аутентично фильму, что чувствуешь себя его героем. Ну, правда, это можно про всю игру сказать. Плазма уже дает дрозда названным машинам. Однако самые прыткие тут именно Т-800, выступающие в роли пехоты. Я не буду в очередной раз садиться на своего конька и рассказывать, как это глупо делать такую пехоту, ладно. Как ни странно, тут это смотрится более логично, чем в новых фильмах. И вообще, решение в игре, аналогичное решение в новых фильмах. Тут смотрится более логично и интересно. Такая вот магия. Подробности приведут к спойлерам, извините. Ну так вот, Т-800 очень хорошо умеет предвозмогать. Отравите им взрывом руку, держащую плазму, не беда. Поднимутся, подойдут и одним быстрым движением свернут шею. Наконец-то они додумались. Не кидать тебя, как мяч, а взять и сломать шею. Опять же, часто после попадания в башку они встают и идут дальше, истекая отлавленным металлом. Смотрится шикарно. Но и тут недобор. Взять тот же Binary Domain. Там роботы и ползали без ног, и прыгали на одной ноге, и запинывали без рук. Там с вариацией расчлененки полный порядок был, а тут только вот встать после удара и идти без руки. Маловато. И нет, слово расчлененка тут точно ни при чем. Сами же понимаете, речь о запчастях роботов. Да и какие речи о рейтингах можно вести, говоря об игре, где нам показывают трупы детей и секс. Тут просто не доработали, не довели идею до конца. Как видите, в любом элементе этой игры подобные есть. Вот, например, собирательство. Повсюду разбросан лут, патроны, оружие и сырье для крафта, а также ресурс, аналог денег. За деньги у интенданта можно покупать патроны и оружие. И сырья можно крафтить, те самые патроны-гранаты. Но вот снова, интендант продолжает толкать тебе пулевое оружие уже тогда, когда смысла в нем совсем нет. Вау, ты наконец-то нашел ружье. Это ж можно теперь зарядить в Терминаторов, как в фильме. Круто. Только вот оно им не повредит на этой стадии игры. Ведь Т-800 встречается уже на третьей примерно миссии по счету. Опять же, за деньги ты покупаешь только патроны и аптечки. Денег не просто много, их очень много. Их девать некуда. Ты добанный миллионер по здешним меркам. Повсюду в городе, в любом здании ты найдешь ресурсы. А ведь есть еще тайники за шаткими стенами, за запертыми дверями или в запечатанных сундуках. Взлом тут сделан довольно примитивно. Но неплохо. Однако его можно автоматизировать. Взлом замков копия Скайримского. Даже звуки почти те же. Ну тут хотя бы велосипед изобретать не стали. На картах то и дело будут попадаться запертые двери, стены для взрыва и терминалы для взлома. Проблема в том, что за ними нет совершенно ничего полезного, кроме тонны условных денег. Которые, напомню, уже нафиг не нужны даже на начальной стадии игры. С крафтом все тоже не очень. Отмычки? Да, нужны. Но они не так уж часто ломаются и десятка хватает надолго. Много их просто не нужно. Патроны? Патроны почти всегда в достатке. Кроме зарядов CD-плазмы. Гранаты? А то да, вещь нужная. Обычно хватает тех гранат, что Кайл Рис учил клепать Сару, которыми и был уничтожен Т-800 из первого фильма. Ну то есть не уничтожен, а раздолбан. Уничтожен был уже под прессом. Есть еще бомбы-банки. Тоже прямиком из кино. Ну как и все в этой игре. За что ей мое почтение. И бомбы-липучки. Но крафтить их много не получится. Хватает и обычных бомб. Звуковые приманки, чтобы отвлекать врагов. Да проще их расстрелять. Хоть из снайперского оружия, хоть из обычного. Взлом та же байда. Уничтожать хранилище можно и грубым методом. Разница лишь в том, что турели встанут на твою сторону. Ах да, мы же еще можем взламывать турели. Точно так же, как и сундуки. Да, на ранних стадиях это полезная вещь. Она лихо расстреливает всех терминаторов в округе, обеспечив и такую стелс-зачистку. На средней стадии это нужно только ради того, чтобы сбить H-K, которым красная плазма тоже не вредит. Но от H-K не просто легко, а крайне легко уходить. Для этого даже делать ничего особо не надо. На поздней стадии ты вооружен так, что тебе уже никто не страшен и никто не нужен. Модификация оружия. Да, ты можешь при помощи чипов скайно-табильно валящийся с врагов. Модифицировать плазменную винтовку и только ее. Ну, собственно, пулевое оружие тут и не нужно, разве что в первые два часа игры. Модификация сделана интересно. Нужно вставить три чипа так, чтобы замкнуть концы. Улучшать можно скорострельность, стабильность, урон и вместимость. Тут нареканий нет. Также при помощи чипов можно автоматизировать взлом, жертвуя их на благое дело. На дело экономии нашего времени, разумеется. Хорошо, к модификациям тут не придерешься. Но вот к чему очень даже придерешься, это к стелсу. Господи, да, к стелсу. С одной стороны, в мире терминатора, если ты не умеешь прятаться от машин, ты не жилец. К твоим услугам одноразовые электроножи, которыми можно снять по-тихому Т-800. Повсюду услужливо разбросаны баллоны с газом и баки плазмы, которые при детонации очень красочно и громко взрываются. Но с другой стороны возникает вопрос. Зачем? На кой хер это надо? К Т-800 подкрасть-то довольно сложно. Убивает он вблизи почти мгновенно. Гораздо проще его пристрелить. Стелс тут совершенно не нужен, кроме пары сюжетных мест. Оба раза у тебя просто нет нужного оружия, которое может противостоять конкретному врагу, и ты попросту прячешься от них. К слову, у нас есть сканер, при помощи которого мы можем на небольшом расстоянии видеть металлических братков сквозь стены. Благодаря этому избегать столкновений порой довольно просто. Но, опять же, зачем? Бои тут сделаны классно. Это лучшее, что есть в игре, а стелс тут посредственен и ни к чему. Вот, кстати, часто путешествуя с включенным визором, ты видишь, как Т-800 просто появляется из воздуха перед носом. Разработчики не удосужились на некоторых миссиях прописать наличие роботов в здании, а не просто спавниться за углом от тебя, что, конечно же, прекрасно в игре, где вроде как и есть стелс. Гениально, что сказать. По поводу остальных багов, их мной замечено не было. Игра довольно стабильно идет и очень быстро грузится. Оптимизация порадовала. Лишь один раз у меня Т-800 застрял в стоячем положении, но один раз, как вы знаете, не Т-800, так что фиг бы с ним. А вот интеллект врагов... Я уже ведь сказал, что многие решения из фильмов, где они смотрятся по-идиотски, тут смотрятся логично. И ладно, вот ходит Т-800. Предполагается, что Т-800 дико умны по сравнению с Т-600, которых в игре, к сожалению, нет. А жаль. Но, судя по игре и потому, что говорят в игре, действуют они умно, но гениальности никакой не наблюдается, как и сверхинтеллекта. Да, как видно по сюжету, это урезанные модели с ограниченным искусственным интеллектом. Но! Дело не в лоре, дело в игровой механике. Помните Skyrim с его... Наверное, мне показалось, что произносит Норд, сторчащий из глаза стрелой. Вот тут то же самое. Рядом взорвался паук. А, пофигу, думают терминаторы. В меня попали, но враг улизнул. Ой, да ну и фиг с ним. Серьезно? Это разумные машины? Ну, то есть, могли бы как-то иначе сделать, знаете, посерьезнее проработать этот самый нюанс. Я почти закончил с придирками, у меня осталось лишь три. Недоработанная физика, больше похожая на порождение консольного проекта, где нельзя зайти на ступеньку, потому что ступенька за краем проложенной для тебя тропы. Тут тоже можно запутаться в двух камнях и намертво застрять во время боя, что отбросит тебя к чекпоинту, сами понимаете. Сбои в динамике игры. Задание с зачистками местности и фотографированием роботов — это ладно, ты убил терминатора и его обмародерил тут же. Но миссии, где накал сюжета, где толпа повстанцев бежит мочить скайнат — это шикарные, динамичные моменты. И вся динамика проседает напрочь, когда ты понимаешь, что патроны заканчиваются, мать твою, и тебе придется обыскивать трупы. Неважно, купил ты их, скрафтил, они быстро заканчиваются. И вот отряд уже давно бежал, а ты под эпичную музыку, под которую в пору воевать с терминаторами, эпично шмонаешь трупы. Ну что за нафиг? Тут почему нельзя было сделать все иначе? Это очень сильно бьет по общему впечатлению от игры. Ну и последний недостаток. Это уже действительно просто придирка моя. Где грязные терминаторы? Нет, я понимаю, что это последние дни войны, что Скайнет бросает в бой уже все силы прямо с завода, но почему в игре все терминаторы такие холеные? Неужели было трудно сделать старых, грязных, может даже полуржавых роботов? Помните, как те Т-600 из фильмов, замотанные в дротву из санной тряпки? Это ж было крайне атмосферно и зрелищно. Ну, пусть не всех так сделать, а некоторых это было бы просто прекрасно, но нет, они все как один полированные. Наверное, им заняться между атаками нечем, вот они друг друга полируют там у себя. Все, претензии закончились. У вас не возникло ощущение, что вы ошиблись с рубрикой? Не беспокойтесь, все нормально. Напомню, даже игры, при воспоминании о которых мы плачем, не идеальны. Так что ж меня так восхитило в игре Терминатор Резистанс? Ну, вы уже поняли, да и я говорил. Атмосфера. Атмосфера и музыка, которая ее подкрепляет, плюс правильный свет, это чуть ли не 80% успеха игры. И тут все не просто на высоте, как это говорят в верхних интернетах, это 12 из 10, ребят, вот честно. Если вы являетесь фанатами вселенной, тем более, если вы обожаете первые два фильма, эта игра станет для вас праздником души. Атмосфера тут настолько густая, что ее можно на хлеб намазывать. И все детали из кино бережно перенесены в игру. Звуки, музыка, внешний вид всего, нескончаемые чувства дежавю, вы поразитесь, с каким трепетом разработчики подошли к воспроизведению этих моментов. Гуляя по руинам цивилизации, вас не покидает чувство, что вы живой, стоите здесь, или что смотрите кино, снятое в 80-х, изнутри. Вот они, эти разрушенные здания, вот она, эта ретро-стилистика в руинах. Даже ретро-футуризм присутствует. Перепрошивка чипов плазменного оружия и осмотр инфильтраторов происходит на старых и допотопных с виду компудахторах, которые у нас даже в офисы уже не ставят. То есть это то, что должны были сделать в четвертом фильме, но не додумались и напихали вместо ретро-футуризма обычный псевдо-футуризм. И вот, гуляя по руинам и по домам, ты будто чувствуешь историю этих мест. Ее помогает почувствовать и местами разбросанные записки некогда живых людей. Иногда находишь давно истлевшие трупы времен судного дня, раскуроченные забегаловки с пивными наливайками, кинотеатры, картинные галереи. Особенно острая атмосфера ощущается в ночной миссии. Чувство, будто бы сами руины спят и лунный свет оплакивает миллионы убитых. Но тут начинается бой. Отряд сопротивления бежит в атаку, а с той стороны подтягиваются машины. И вот из дыма уже виднеются алые глаза. Это идут Т-800. Невозмутимо. Попадания их не смущают. Они встают и продолжают идти. Ты стреляешь в них, и из-за полностью аутентичных фильмов звуков ты будто бы переносишься в ту самую начальную сцену из второго фильма. А помогает в этом потрясающая переработка боевой музыки из той же ленты. И ты попросту не можешь оторваться. Вот настолько великолепно это смотрится и играется. И ты думаешь, да плевать на недостатки, плевать. Ради такого игре можно простить все. По накалу атмосферы это лучшее, я повторюсь, что происходило с франшизой со времен второго Терминатора. Плюс в игре очень качественная графика. На ультра настройках все смотрится просто шикарно. Это не вершина технологической мысли, нет. Но графика тоже играет на атмосферу, прекрасно ее дополняя. К тому же в игре полно пасхалок. Как имена, типа Макс и Рекс в плане собаки. Так и музыка, события. Вы их точно не пропустите, если знаете хоть что-то о фильмах. Да блин, вы даже поучаствуете в той самой сцене, где Джон идет по коридору и ему все отдают честь. Господи, как же это круто. И действительно, несмотря на все недочеты, атмосфера тут решает все вопросы. Вообще все. Тем более игра довольно короткая. За 10 часов ее вполне можно пробежать. Ну, на худой конец за 15, если тыкаться во все углы носом и зачищать все хранилища. Кстати, в игре есть даже две сексуальные катсцены. Но я вам их не покажу, ибо в момент, когда она происходила, а да, от одной из них я попросту отказался, у меня услужливо закончилось место на диске. Сорян. Зато вот вам последствия, смотрите. Оп-оп. Но, понятное дело, это лишь маленькое и приятное дополнение к игре, не более того. Что тут сказать? По всем параметрам видно, что разработчики еще не сталкивались с серьезными проектами. Возможно, им не хватило навыков, а возможно и финансов. Скорее всего, и того, и другого. Но за такой кропотливый перенос атмосферы в игру можно лишь пожать им руку. Сделать настолько аутентичную фильму вещь – это нужен талант. А если талант подпитать финансами, то раньше или позже он выкатит настоящий шедевр. Теперь я могу быть спокойным за франшизу Терминатора хотя бы на игровом поле. Даже если больше ничего не выйдет, у нас уже есть отличный современный шутер, лучшая на данный момент игра по вселенной, которая с головой окунет нас в мир Терминатора. Субтитры создавал DimaTorzok